Динамично развивающееся природоохранное российское законодательство потребовало собрать в Нижнем Новгороде представителей топливно-энергетического комплекса, чтобы обсудить новые требования к работе с нефтепродуктами. Инициаторами встречи выступили Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу и аппарату полномочного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области. Вопрос экологии сегодня решается на федеральном уровне, а следовательно имеет первостепенное значение для регионов. Нужно надзирать за тем, чтобы в результате и в связи с добычей, транспортированием и хранением нефти и нефтепродуктов не был причинен экологический ущерб окружающей среде. На территории Нижегородской области ситуация достаточно благополучная. За прошлый год было зафиксировано всего 4 факта нарушения законодательства, а общая сумма ущерба не превысила 9 миллионов рублей. Еще одной темой, которой уделили внимание, стала реформа контрольно-надзорных органов. Преобразование здесь происходит с начала текущего года. В частности, ведомствам предписано ежеквартально давать отчет предпринимательским сообществам о том, как проходит реформа. Ряд ведомств были открыты, такие как, допустим, МЧС. Ряд ведомств, как сегодняшняя встреча, это первая вообще встреча в Нижегородской области с бизнесом. Сегодня правительство приняло дорожную карту о пересмотре тренда, чтобы отчетность была не по количеству проверок, а по качеству риск-ориентированный подход. Бизнес-омбудсмен также отметил, что отношения инспектирующих работников к проверкам предпринимательской деятельности должны меняться. В частности, ведомства вполне могли бы объединять свои проверки, а также не наказывать по всей строгости тех, кто нарушил закон впервые. Такое реформирование контрольно-надзорных органов благоприятно скажется и на росте ВВП, и на развитии экономики.